Скажите, как происходит мобилизация в Российской Федерации? Это насколько сейчас массовое явление? Можем ли мы говорить о усилении этих процессов? И если мы говорим о больших городах, Москва и другие, как там? И все же этот процесс интенсивнее идет в регионах и в населенных пунктах поменьше. Ну, если брать соотношение к общей численности населения, то Москва, скажем, по отношению к таким регионам, как Тыва, Бурятия, то есть там, ну, если соотношение там на несколько порядков отличается. То есть в основном идет мобилизация в окраинных регионах, в регионах депрессивных, где население в основном нищее. И там вот эти суммы, значит, в 200-220 тысяч рублей, которые платятся за то, чтобы человек шел убивать и умирать в Украину, эти суммы являются фантастическими, неслыханными и могут составлять мотивацию. Что же касается, меньше всего идет из Москвы, примерно тоже на таком же уровне Питер, Санкт-Петербург, ну и крупные города. То есть в основном идут из регионов, из национальных республик, прежде всего таких, как Бурятия, республики Северного Кавказа. Вот таким вот образом такая вот структура. Сказать, что сейчас в настоящий момент какая-то особая интенсивность этой мобилизации нельзя, ну просто потому, что мобилизация сегодня, она восполняет естественную, естественную убыль. То есть вот примерно для того, чтобы поддерживать 400 тысяч, примерно 400 тысячную группировку оккупационной армии, вот естественная убыль там по несколько, несколько десятков тысяч тех, что кладут под Авдеевкой, например, вот это вот восполняется, так вот, так и происходит. Какая-то часть продолжается, так сказать, рекрутироваться из числа зэков, но это не так интенсивно, как было, когда этим процессом рулил Пригожин. Но тем не менее в ЧВК, которые созданы при Министерстве обороны, тоже идет рекрутирование заключенных. В основном убийц, насильников, грабителей, то есть тех людей, которые пробавлялись с насилием и смертью. Вот их профессиональные навыки используются на фронте против Украины. Но, а еще раз говорю, сказать, что вот как-то сейчас идет какая-то интенсивная мобилизация, интенсивный набор на войну, он продолжается, вот такая вялотекущая отправка людей на фронт, она продолжается на протяжении всего этого периода, после того, как была вот эта частичная мобилизация, когда единовременно было отправлено на фронт 320 тысяч человек. Игорь, вот глава Института будущего и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко выразил такую мысль, что российский диктатор Владимир Путин боится войны на истощение, хотя всему миру демонстрирует, что готов к такому развитию событий. И сейчас, за его мнением, за мнением экс-советника министра внутренних дел, сейчас Путину важно окончить эту войну до выборов в Соединенных Штатах Америки. Очень такая сомнительная точка зрения, что вы думаете по этому поводу, потому что, ну, как мы уже сказали, наоборот, Путин и рассчитывает на войну, на истощение, и хочет, чтобы это продолжалось все дольше и дольше. Ну, это очень странная точка зрения. Честно говоря, мне бы хотелось, если получится, я обязательно посмотрю, чем обосновывает вот эту гипотезу аналитик, потому что, ну, честно говоря, все обстоит, дело обстоит прямо противоположным образом. Ну, просто исходя из здравого смысла. У России значительно больше ресурсов. Россия абсолютно нечувствительна к потерям. То есть цена человеческой жизни в России равна нулю. Значит, в России воюют худшие. То есть вообще ситуация крайне затягивания войны крайне выгодна России, крайне невыгодна Украине. Ну, по всем параметрам. Потому что в России воюют худшие, в Украине воюют лучшие. Поэтому Россия теряет худших. Она, так сказать, ну, так если совсем уж цинично говорить, происходит такой вот санитарный отбор. Значит, ликвидация, утилизация худшего звена населения. В Украине погибают лучшие. И, ну, со всех сторон, конечно, все это затягивание войны выгодно для Путина и невыгодно для Украины. По-моему, достаточно очевидная вещь. Игорь, мы несколько раз в наших эфирах говорили о том, что Авдеевка и победа там для Путина очень важный политический показатель. Была информация, что в начале ноября он хотел огласить на такой, одной из выставок, что идет в президенты. Есть мнение, что это немножко сейчас сдвинулось во времени. И приблизительно середина декабря это произойдет. Можно ли сказать, что такие процессы в контексте выборов уже начинаются в Российской Федерации? И, ну, выборами это сложно назвать. Но все же, насколько важна для Путина какая-то, хоть какая-то победа на фронте для того, чтобы огласить, что он идет снова в президенты? Ну, я бы все-таки разделил вот эти две вещи. Ну, во-первых, я не знаю, откуда взялась идея, что в начале ноября Путин заявит о своем участии. Он никогда не делает это так заранее. Идея о том, что это, скорее всего, будет объявлено на этой совместной прямой линии, так называемой, и большой пресс-конференции, которая состоится, действительно, в декабре. Это, в общем, достаточно реалистично. Ну, так заранее, в ноябре, за такое количество. Ну, это вряд ли. Путин так никогда не делает. Тем более, что эти выборы, ну, то, что называется выбором, это абсолютно ритуальное мероприятие, с которым ничего абсолютно не связано. Просто ничего. Потому что не существует, вот, все разговоры о том, что вот Путин до выборов не может там чего-то делать, а после выборов он что-то может делать. Это, эти рассуждения основаны на полном непонимании, что такое вот это мероприятие, которое пройдет с 15 по 17 марта. Это абсолютно ритуальное действие, на которое не может воздействовать ни один процесс внутри России. Ни один, подчеркиваю. То есть, это мероприятие, которое не имеет никакой причины следственной связи с настроением людей, с мнением людей. Вот, ну, никакой. Путин может нарисовать себе 100% голосов за, Путин может нарисовать себе 90%. И не существует никакой процедуры, никакого, так сказать, фактора, который может стать между, скажем, так сказать, распоряжением Путина, чтобы Элла Панфилова нарисовала, там, допустим, 99%, если Путину взбредет в голову с таким результатом оказаться вновь в президентском кресле или остаться в кресле самодержца в Сея-Руси, и окончательным протоколом. То есть, ничего здесь не можно поменить. Поэтому, значит, что касается вот Авдеевки, то да, конечно, Путину очень бы хотелось, чтобы, так сказать, был такой вот, ну, хоть какой-то, хоть какой-то видимый результат всей этой войны. Понятно, что это хотелось бы. Ну, и без этого совершенно спокойно он пойдет на это мероприятие, потому что уже очевидно, уже просто очевидно, что вот эта война не будет основной темой его, так сказать, кампании. То есть, Путин пойдет под совершенно другими. Война, она так вот, она как фон. То есть, тем более, что она вот такая вот затяжная, оппозиционная, и она не будет основной темой его вот этой вот кампании ритуальной. Так что, да, конечно, конечно, Авдеевка бы очень хорошо. То есть, Путин бы очень хотел, тем более, что, ну, прямо скажем, ну, вот здесь я, к сожалению, для вас очень плохой собеседник, потому что я не военный эксперт. Но, как утверждают военные эксперты, Авдеевка имеет не только политическое, но и военное значение. И я склонен, вот глядя на карту боевых действий, я склонен доверять экспертам, которые действительно считают, что если оккупационные войска возьмут Авдеевку, то да, действительно, они несколько осложнят жизнь вооруженным силам Украины. Поэтому здесь вот совпадают и политические, и военное значение этого населенного пункта. Ну, скажем так, уже не очень населенного пункта, потому что все, до чего дотрагивается российская оккупационная армия, превращается в безлюдную пустыню. Почули, пане Игоре, дякуємо вам за участь в нашем эфире. Игорь Яковенко, журналіст, визнанный в Росії иноагентом, экс-депутат Російської Думы, был на зв'язку. На все добре. Всего доброго.